Выпуски ломающих новостей должны были выходить каждую неделю. Но на прошлой неделе выпуск не был опубликован. А это значит, что этот выпуск должен стать самым лучшим. Но станет ли он лучшим? Добрый вечер, дамы и господа! С вами я! Арсений Клиничев. И это... Нет, всё, надо снять очки, а то их наличие вызывает у меня неестественное поведение. Всё-таки это не главный вокальный проект страны, а образовательное новостное шоу с элементами юмора. А ещё нам уже пора переходить к новостям. Новость первая! В Великобритании разрешат редактировать геном эмбрионов человека. Но-но-но, но пока только одной научной группе и только в исследовательских целях. Полученные геномодифицированные эмбрионы надо будет уничтожить в течение двух недель после получения. Но всё равно, старт дан. Для редактирования генома будут использовать технологию с вот таким названием. Ох уж этот научный юмор, учёные так любят многозначные аббревиатуры. Первая часть названия расшифровывается как короткие полиндромные повторы, расположенные группами. Вторая часть это название фермента, который способен проверять и вносить разрывы в ДНК, в которой как раз находятся эти полиндромные повторы. Пока довольно хорошие результаты получены после опытов на мышах. На человеческом эмбрионе работали лишь китайцы около года назад, причём их статья была отвергнута ведущими научными журналами по этическим соображениям. Да и результат у них как-то не очень. Только в четырёх клетках из 54 удалось добиться того, чтобы нежелательная последовательность гена была заменена на нужную. Но за этот год технология была усовершенствована, так что посмотрим, как дела пойдут теперь. Хорошо, что можно будет лечить в таком случае? Рак? Для большинства онкологических заболеваний наследственность не играет такой большой роли. Шизофрения? Там наоборот очень высокая наследуемость, но механизм наследования настолько сложный и запутанный, прежде всего удастся справиться с моногенными заболеваниями, такими как бета-таллосемия, муковисцидоз и гемофилия. Развитие науки в этом случае тормозится этическими соображениями. Как можно редактировать человеческий геном? Мы нарушаем божий замысел. А по-моему всё происходит по божьей воле, и развитие науки тоже, так что этим надо пользоваться. И тут в дискуссию врывается атеист. Народ, вы вообще о чём? Бога нет! Идём дальше. Новость вторая! В последнее время новостей о дронах стало настолько много, что вообще очень тяжело уже становится за ними уследить. Но недавно дроном нашли очень любопытное применение. Итак, дронбординг. Это видео снято жителям из Саратова. Вы можете посмотреть полную версию, пройдя по ссылке, которая приведена в описании. Занято, что практически через сутки после этого видео латвийская компания Айронас представила свою более прокачанную версию того, как может выглядеть дронбординг. Скажу сразу, подборкой музыки к этому видео занимались авторы этого видео. То есть именно они решили, что это идеальное музыкальное сопровождение для катания по заснеженной взлетно-посадочной полосе. Ладно, пока это что-то лишь вроде забавы, развлечения. Но, в принципе, в перспективе из этого реально сделать что-то вроде индивидуального средства передвижения. Мы передаем сноубордисту пульт управления дроном. Надеемся, что он как-то справится. А вместо сноуборда летом используем, например, скейт или лонгборд. Я думаю, экологи будут в восторге от такого вида транспорта. И это хорошо. Новость третья! Существует теория шести рукопожатий, согласно которой любой незнакомый вам человек находится в среднем в шести рукопожатиях от вас. Под рукопожатиям в данном случае обозначается непосредственное знакомство двух людей между собой. Так вот, социальная сеть Facebook проанализировала данные своих пользователей. Выяснилось, что пользователи Facebook разделяют не шесть, а 3,57 рукопожатия. В описании к этому видео приведена ссылка на исследовательский блог компании, где вы, если вы являетесь пользователем Facebook, можете увидеть, сколько рукопожатий отделяют вас от всех остальных пользователей в среднем. На самом деле, интересно не столько возникновение числа 3,57, потому что оно как раз получено довольно таким строгим и понятным, в общем-то, несложным методом. А вот возникновение числа 6 в контексте рукопожатия – это гораздо более занятная история. Теория шестирокопожатий на самом деле родилась в 1967 году после серии экспериментов, проведенных социологом Стэнли Мингрэмом. Эксперименты проводились в США, и участники экспериментов переслали своим знакомым через всю страну письма по обычной почте. Ну и в среднем тогда получалось, что отправители и получатели разделяют 5 уровней общих знакомых, то есть шесть рукопожатий. То есть шесть – это не теоретически установленная универсальная константа. Это был всего лишь эксперимент, да еще и результаты которого были нельзя сказать, что очень четко интерпретированы. К тому же это было очень давно, и с тех пор коммуникационные технологии развились так, что связность людей, которые этими технологиями пользуются, она уже гораздо-гораздо больше. Да и то, список друзей в соцсети – это же не совсем то же самое, что список друзей в реальной жизни. С одной стороны, у меня огромное количество друзей, которые не пользуются никакими соцсетями. С другой стороны, у тех из вас, кто не проводит регулярно такого веселого мероприятия, как «Чистка друзей», наверняка найдется в списке друзей такой человек, которого вы видели один раз очень много-много лет назад, больше вы никак между собой не контактировали, и как-то и не планируете даже, в общем-то, дальше никак продолжать общение, но у вас как-то там остается в друзьях, и, в общем-то, и нормально, никто никому не мешает. Кстати, вы когда-нибудь пробовали дойти от случайной статьи в Википедии по ссылкам до статьи про Гитлера? На самом деле, просто тут та же самая математическая модель. Она называется «мертезин» и характеризуется тем, что две произвольно выбранные вершины с большой вероятностью не являются смежными, но при этом от одной к другой можно перейти с помощью небольшого количества переходов. На примере Википедии видно, что есть популярные элементы, вроде статьи про Гитлера, до которой можно добраться очень легко по пространственным и временным ориентирам. А вам я предлагаю добраться до статьи под названием «Теория шести рукопожатий» от случайной статьи Википедии и свой маршрут описать в комментариях. Ах да, в прошлый раз я вас спросил ответить в комментариях, на какой из этих фотографий изображен российский город. Правильный ответ – фотография номер два, на ней изображен город Норильск, а на фотографии номер один изображен финский город Ровниель. Вот так мы плавно подошли к концу выпуска. Я благодарю вас за внимание и предлагаю поделиться этим видео со своими друзьями. Если это видео будет находиться у вас на стене, в ВКонтакте или в Фейсбуке, то ваши друзья будут считать вас интересной и любознательной личностью. Это ведь неплохо, правда? И остается, наконец, сказать вам самую актуальную фразу на прощание. Будьте здоровы и живите богато!